Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рогодовала Алисе нужна наша помощь. Начнем с новости, касающейся агропромышленного комплекса «Кубани». Свыше 1 миллиарда рублей дополнительно в текущем году направят на поддержку АПК «Края». Средства пойдут на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства и на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства, а также на поддержку племенного и крупнорогатого скота. Помощь предусмотрена и на оказание прямой поддержки фермерам растений и водам, и на производство семенного картофеля и овощей открытого грунта. 25 февраля состоялась неочередная шестая сессия Совета муниципального образования город-курорт Анапа третьего созыва. Вел пленарное заседание председатель Совета Леонид Кочетов. Предварило сессионное заседание собрания членов фракции партии «Единая Россия» в Совете. «Единая Россия» обсудили вопрос о поддержке развития малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании. На 1 января 2016 года на территории Анапы предпринимательскую деятельность осуществляют 11 313 субъектов малого и среднего предпринимательства. Темп роста в сравнении с аналогичным показателем прошлого года – 106,3%. Численность занятых в малом и среднем бизнесе увеличилась на 1,4% и составила 31 469 человек. Лидирующими видами деятельности остаются розничная торговля и гостиничные услуги. Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3545,6 млн. рублей. По отношению к 2014 году произошло увеличение на 3%. Фракция рекомендовала администрации отбирать для поддержки наиболее важные для региона проекты, просчитывать востребованность населением, гостями курорта предлагаемой продукции, экономический эффект для бюджета муниципального образования, количество новых рабочих мест. В ходе сессии депутаты обсудили три вопроса. В рамках федеральной и краевой программ по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году Совет рассмотрел вопрос о безвозмездной передаче здания ДЮСШа по улице Тбилисской-1 в станице Анапской, в государственную собственность Краснодарского края. Также решением депутатов внесены изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отраслевыми функциональными территориальными органами администрации. Отправлено доработку проект решения, который предусматривал размещение муниципальной сельскохозяйственной ярмарки в 12 микрорайоне. Теперь молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут рассчитывать на поддержку государства. Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о субсидиях для регионов на предоставление социальных выплат россиянам на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% для имеющих одного ребенка и более. На эти цели правительство выделит 3 миллиарда рублей, которые разделят между 65 регионами. Программа бесплатной приватизации жилья продлена на год. Депутаты Госдумы объясняют необходимость продления срока тем, что значительная часть россиян, живущих в аварийном жилье и ожидающих расселения в новые квартиры, лишится возможности воспользоваться правом на приватизацию. Таким образом, пока еще есть время подать соответствующее заявление, которое будет рассмотрено, даже если человек обратится с ним в последний день указанного срока. Чужих детей не бывает. Взаимопомощь и доброта – это то, на чем держится мир. И рядом зачастую оказываются люди, которым мы можем помочь словом, рукопожатием и деньгами. Особенно важно это осознавать, когда в помощи нуждается ребенок. Про Алису Фоменкову мы уже рассказывали в нашей программе. Это девочка, которая вместе со своими родными пытается преодолеть страшную болезнь – ретинобластому. Алиса родилась 8 августа 2014 года абсолютно нормальным ребенком. Ничего не предвещало никакой беды. По всем показателям все было хорошо. Но когда нам было почти два месяца, мы пошли на плановый осмотр к офтальмологу и там поставили предварительный диагноз ретинобластома в левом глазу. Это злокачественная опухоль сетчатки левого глаза. Пройдя все обследования, нам поставили диагноз двухсторонняя ретинобластома. Это значит, что опухоль были уже в двух глазах. Это одна из самых быстро развивающих опухоль в детской онкологии. Полтора года родные Алисы не сдаются и борются за зрение девочки. Только благодаря добрым людям, которые откликнулись на нашу просьбу, на нашу мольбу о помощи, потому что такие большие деньги мы бы никак не смогли собрать и вылечить ребенка. Мы лечимся в специализированной клинике, которая дает стопроцентную гарантию на выздоровление. К сожалению, это очень коварная болезнь, которая требует постоянного наблюдения. И вот каждый месяц приходится с ребенком ездить в клинику, где ее под наркозом наблюдают. Совсем недавно, в конце года, у ребенка был рецидив, опухоль начала увеличиваться, начала расти, и ей делали очень сложные две операции. Алиса очень общительный и способный ребенок. Любит рисовать или пить. С радостью показывает игрушки. У нее море жизнелюбия и открытости миру. Этот человечек может научить даже взрослых способности преодолевать трудности и видеть все вокруг в радужном цвете. Еще раз хочу сказать большое спасибо фонду и фонду «Цветик-семицветик», «Край добра», что они помогли, не бросили нас в этой трудной ситуации. И спасибо всем. Дай Бог всем здоровья. Леквизиты для помощи Олесе в этом сложнейшем испытании вы видите на своих экранах. Протянуть руку помощи просто, ведь чужих детей действительно не бывает. За минувший год число детей, которые стоят на внутришкольном учете, снизилось на 10%. В администрации Анапы говорят, что потенциальных хулиганов удается занять и перевести их энергию в мирное русло. Если в минувшем году на внутришкольном учете стояли 165 детей, то в этом году их число сократилось до 147. Об этом в рамках заседания антинаркотической комиссии в администрации Анапы рассказала начальник городского управления образования Наталья Микитюк. По ее словам, такого результата удалось достичь, потому что все потенциальные нарушители занимаются в кружках и секциях. К каждому прикреплены педагог и психолог, которые работают с ребятами по индивидуальным программам. Им самим это нравится. Прежде всего, это спортивные секции, шахматные клубы, внеурочная занятость детей. Это у нас станция юных техников, куда тоже посещают дети. Их удается отвлечь от улицы, от того социума, который их окружает. Не нужно, вот так будем говорить. В этом смысле одними из опасных факторов являются алкоголь и табак. Всего в минувшем году проверками удалось охватить более половины городских торговых точек, где продаются алкоголь и сигареты. На постоянной основе ведутся рейдовые мероприятия, мониторинги предприятий потребительской сферы, на наличие табличек об ограничении продажи и времени. В прошлом году проверено порядка 750 торговых объектов. Выявлялись нарушения, велась работа с руководителями этих предприятий, приглашались на межведомственные комиссии по профилактике. Ну, соответственно, потом при повторном посещении данных объектов замечания были устранены. Тем не менее, в 2015 году было выявлено 17 торговых объектов, в которых несовершеннолетние смогли приобрести спиртное или сигареты. Виновные привлечены к административной ответственности. В мэрии напоминают, что в подобных случаях размер штрафа для предпринимателей или должностных лиц может исчисляться сотнями тысяч рублей, для физических лиц от 10 до 15 тысяч рублей. Чаще всего предприниматели ссылаются на халатность наемных работников. В администрации же рекомендуют инструктировать персонал, чтобы те не стеснялись лишний раз попросить покупателя предъявить паспорт. Крупную партию марихуана сотрудники наркополиции обнаружили в доме у жителя станицы Вареньковской. О том, что 40-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, стало известно в ходе расследования другого уголовного дела. При обыске дома и хозпостроек было обнаружено более одного килограмма готовой конопли и конверт с семенами растения, который подозреваемый приобрел через интернет. Теплица использовалась хозяином для выращивания рассада марихуаны. Он признал, что наркотик принадлежит ему, но заверял, что хранил его только для себя. По факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 26 февраля, в связи с проведением ремонтных работ, с 13 до 15 часов будет частично прерванное электроснабжение в Чембурке, Курбатском, Куматыре. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.